Добрый день, дорогие зрители Аспектов. Хотелось бы к вам сегодня обратиться, немножко с вами пообщаться в комментариях под этим видео на тему сегодняшних событий. Сегодня мы потеряли самого влиятельного, самого сильного оппозиционера в России, не побоюсь этого слова, Алексея Анатольевича Навального. Не хотелось бы останавливаться на различных слухах о том, как погиб Леша, мы об этом все равно не узнаем в ближайшее время. Придет время, мы и к этому вопросу тоже вернемся. Я хотел бы начать свое прощение с того, что с рассказа о себе не пришел. Я родился в Уфе в 1994 году, и мои политические убеждения, мои какие-то жизненные ориентиры, их составляли два человека. Покойный Борис Ефимович Немцов и Алексей Навальный, которым мы тоже сегодня узнали, что он погиб. Я думаю, что для обоих этих политиков применимо понятие воля, для этого очень волевых человека. Что такое воля? Я сегодня задавал себе этот вопрос и нахожу следующий ответ. Воля – это, безусловно, убеждения, помноженные на действия. Так вот, если раскладывать вот такое вот уравнение, ставить туда характер Алексея, Бориса, то, несомненно, можно сказать, что это одни из самых волевых политиков, самых сильных на протяжении всего постсоветского пространства. Дальше в конце я публикую обращение самого Алексея. Это фрагмент из документального фильма «Навальный». Но между делом хотелось бы еще от себя пару слов сказать. Я сейчас проживаю в Германии, в городе Дрезден. Мне не страшно об этом сказать. Уехал я по политическим причинам. И за время моей работы в Аспектах, хотя я бы это не называл работой, это моя какая-то прихоть, мое решение. Просто помогать этому СМИ записывать какие-то видео. А за все время своей деятельности в этом СМИ я не получил ни одного рубля, ни одного копейки, евро, юаня или доллара. Ни от кого бы. Занимаюсь я этой деятельностью по одной простой причине. Мне не все равно на то, как живет моя страна, что происходит с людьми в моей стране. И я считаю, что чем тяжелее времена наступают в твоей любимой России, тем большая надобность существует в том, чтобы говорить правду. На сегодняшний день у нас есть YouTube и есть возможность делиться новостями, получать фидбэк, общаться. Вот этим я в последнее время этим и занимаюсь. Я думаю, что власть в России сегодня ликует, ведь она напугала миллионы, миллионы сторонников Навального, сторонников так называемой «прекрасной России». Но мы не должны сегодня впадать в отчаяние, в депрессию, напиваться, плакать. Мы должны сжать кулаки, как мне кажется. Я говорю, в первую очередь, за себя. И бороться. Лично я собираюсь с удвоенной силой работать и дальше. Несмотря на то, что все, что я делаю, это такое волонтерство, так скажем. Но для меня это важно, как я уже говорил. Давайте будем сильными. Мы не должны позволить этим, в кавычках, людям возможность нас запугать. Я не призываю никого выходить на митинги, потому что вас окончательно всех пересажают, перебьют. Мы это видим по байбанкскому событию. Ничем хорошим это не закончится. Но мы будем помнить, что нас очень-очень много. Мы будем взращивать в себя ответственность. И мы будем бороться. Сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами вместе посмотрели отрывок из документального фильма «Навальный», где сам Алексей в своей шуточной манере рассказывает о том событии, которые сегодня произошли. Ни для кого из нас это, наверное, не стало сюрпризом, по большому счету. Но давайте мы будем вместе сегодня. Я вас крепко-крепко обнимаю. Я точно могу сказать, что я бы очень хотел вернуться к себе домой. И я бы хотел, и Руслан, который также комментирует события в Башкортостане, в России, находясь за пределами Родины. Для всех, для нас, ненахождение дома – это горестная утрата, это очень большая боль. И сегодня эта боль утроилась, точно могу сказать. Но мы не сдадимся. Будем продолжать действовать, работать. Будем придумывать новые форматы. У меня есть желание снять небольшой документальный фильм. В общем, мы с вами. И пока есть те, кто любил Алексея, считал его своим кумиром, ориентиром, наверное, своим старшим товарищем. И те миллионы молодых людей, которых он, так сказать, смотивировал так же не быть безучастными к тому, что происходит в России, на нас лежит та самая возложенная, наверное, Алексеем ответственность продолжать. Мы свое дело не бросим. Давайте сожмем кулаки и будем бороться. Я вас еще раз скажу. Крепко обнимаю. Я с вами. Спасибо. Алексей, если вы вырваны и вырваны в prison, или что неудачное случается, и вы вырваны, что вы оставили месседжу для русского народа? Моя месседжа для ситуации, когда я убил, это очень простая. Не уйдите. Дай мне favor, ответите на это в русском. И здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу, не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Друзья, спасибо, что смотрели это видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!